Павел Бережанский сейчас работает заведующим пульмонологическим отделением Морозовской детской больницы. В 2021-м стал победителем в номинации «Волонтер года» премии «Мы вместе». Из рук президента России получил медаль Луки Крымского за самоотверженную работу в период пандемии. Свой сложный и интересный путь в профессию он начал со школьной скамьи. В школе, наверное, уже начиная со средней школы, у меня уже был, наверное, интерес к биологии, к химии, к медицине. Тогда же я еще понял, что хочу работать, наверное, с детьми, потому что, во-первых, это постоянный позитив. А дети, даже если ребенок болеет, он все равно улыбается. Интерес к школьным предметам постепенно перерос в увлечение наукой. Появлялись собственные публикации. Простые статьи со временем преобразовались в настоящие научные разработки – патенты и гранты. И к концу шестого курса института молодой специалист уже точно знал, что в его жизни тесно переплетутся педиатрия и наука. Действительно, мы сейчас создаем прибор по лечению аллергического ренита. По помощи людям, которые подсели на капли сосудосуживающие, которые не могут без них жить. И сейчас у нас есть такая методика, даже не методика, а уже прибор, который может помочь это облегчить. Путь к мечте – долг и тернист. Зачастую понимание истинной ценности профессии приходит только через упорный и нелегкий труд. Еще будучи студентом Ярославского мединститута, Павел Бережанский проходил стажировку в разных медучреждениях, работал санитаром. Позднее была и врачебная практика. После окончания учебы молодой специалист устроился на работу участковым врачом в Одинцовский округ. В Одинцовском округе началась, наверное, моя карьера как врача, потому что, когда мы сюда приехали, я работал участковым врачом-педиатром в селе Жаворонки. И 10 лет от работы в Жаворонках, в Перхушково и в Ершово. И до сих пор считаю, что участковая работа вообще, наверное, самая важная. Именно работу участковым врачом часто вспоминает нынешний заведующий. По его мнению, она заставляет врача быть широкопрофильным специалистом и думать во всех направлениях, чтобы помочь маленьким пациентам. Павел Вячеславович считает, что медицинское учреждение – это единый слаженный механизм, где важен каждый сотрудник. Я действительно считаю, если человек хочет стать врачом, медицинским работником с высшим образованием, должен пройти все этапы – от санитара до врача. Потому что действительно, тогда ты понимаешь ценность профессии и ценность профессии каждого медика, который работает в медицинском учреждении. Сегодня Павел Бережанский все больше стремится к передаче накопленных знаний. Он обучает ординаторов и студентов 4-5 курсов Сеченского университета. Как практикующий специалист, знакомит их с врачебным делом через призму собственного опыта и помогает предотвратить возможные ошибки. Я вот набрался какой-то практики, набрался опыта, и сейчас я могу еще больше передавать этот опыт как раз врачам, ординаторам, студентам. Мне хочется, наверное, больше уже поделиться. Надо просто работать, 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 учиться, учиться, учиться. Елена Краева, Артем Ломоносов, телекомпания Одинцова.